Девушки отдыхают Для производства этих препаратов используют в основном импортные субстанции, а их себестоимость напрямую зависит от курса рубля. Некоторые предприятия заявляют, что такие лекарства стало просто невыгодно выпускать, однако в Краевом Министерстве Здравоохранения нам пояснили, дефицита не возникнет. Каждое из этих лекарств выпускает еще как минимум по пять российских компаний. Отказ одного производителя на таком колоссальном рынке, по сути дела, это просто отказ одного производителя от производства ряда позиций. Сегодня в Государственном реестре лекарственных средств по большинству позиций, более 90%, зарегистрировано не менее пяти производителей. А вот по тем наименованиям, которые были указаны и прозвучали в прессе, мы просмотрели там от пяти до десяти, одиннадцати производителей. Также в Крае государственные аптеки стараются погасить дефицит противовирусных лекарств, который возник на фоне ажиотажа, связанного с увеличением заболеваемости гриппом и ОРВИ. Наложены регулярные поставки популярных лекарств. Ведем очень серьезную работу с нашими дистрибьюторами, с нашими поставщиками. Все препараты указанной линейки, противовирусные препараты, препараты против гриппа, препараты для профилактики этих заболеваний, они, что называется, идут в сеть прямо с колес. Как только поступают нам на склад, без всяких задержек распространяются, чтобы спрос был максимально удовлетворен. В данный момент в сети губернской аптеки имеется вся линейка препаратов. Если есть необходимость, мы препараты из одной аптеки перемещаем в другую там, где есть потребность в этом. Между тем, за три недели в Крае гриппом заболели почти 19 тысяч человек, почитали специалисты Роспотребнадзора. С сравнением с 2009, когда за 9 недель в Крае переболело около миллиона жителей. За эту неделю количество вызовов скорой медицинской помощи даже уменьшилось. Давайте сравним, посмотрим на цифры. Так, в понедельник с высокой температурой в скорую обратилось по 750 человек, а уже в пятницу за сутки количество обращений уменьшилось на 70. Такая же ситуация обращения и в поликлинике. В первую неделю было более, значительно больше 4000 человек в первый день недели, а уже к пятнице 3700 за одни сутки. Стоит ли бояться гриппа? Как правильно переносить эту болезнь, чтобы избежать негативных последствий? Мы задали эти вопросы доктору медицинских наук, заслуженному врачу Российской Федерации Натальи Толоконской. У нее свой, проверенный годами взгляд на то, как быть здоровым. Наталья Петровна, вот сейчас в связи с превышением эпидемического порога по гриппу у людей возникает страх. Как относиться к этому заболеванию, на ваш взгляд? Страх идет впереди и всегда дает неверные решения и представления. А теперь посмотрите, как может быть. Любой человек без медицинского образования, если он чуть-чуть вникнет, он увидит, что у человека есть болезни разные. И вот грипп попадает в тот лагерь болезни и относится, собственно говоря, к острым респираторным заболеваниям, которые имеют право быть на траектории здоровой жизни. Вот так, если бы мы спросили, чем имеют право болеть мои дети, чтобы я точно продолжала их называть здоровыми? УРЗ, среди которых грипп, и острые другие инфекционные заболевания, которые называются детскими, да? То есть это обычно? Это не просто даже обычно. Я приведу другой пример. Это можно сравнить с тем, что нам не нравилось бы, мы бы боролись с весенними грозами. Или, например, мы бы сетывали на землетрясении. Почему я так сравниваю? Потому что грипп относится вот к таким болезням, которые являются проявлением очень мощной силы человеческой к самоисцелению. Это в медицинских университетах, вот на втором курсе, на третьем, вот когда они изучают физиологию, называется воспалительно-регенераторный потенциал. Это означает, что там есть, где острота, там, где есть вот такая цикличность, ведь грипп и этим отличается от всех болезней. Он настолько, как по нотам у здорового человека, вот только заболел, через сутки уже пик, а потом еще 2-3 дня, ну 3-5, все, максимум. Если уже что-то дольше, это уже что-то не так, или с осложнением, или это не грипп. И поэтому там, где соединяется острота с ярко-температурной реакцией и с таким коротким воспалением, это, я называю это золотым ключом, если человек правильно этим воспользовался, организм быстро, да, то он получает не просто быстрое излечение, качественное от гриппа. Качественное – это значит, ты потом не страдаешь целый месяц от хронической усталости. Это большой запас жизненных сил, когда ты как будто обновился. Но это еще только самая малость, которую дает верно перенесенный грипп организму. Да, вот вопрос возникает, а как верно перенести грипп? Верно перенести грипп, в первую очередь, надо догадаться, что вот этот цикл развития лихорадки, развития воспаления – это очень мощная реакция целостного иммунитета, которая должна быть обязательно завершена. Но представьте себе, когда организм собрался силами, уже заболел, и он знает почему. А почему это значит, что он хочет освободиться от токсинов, поправить свое положение дел вообще в организме в целом. И когда он только достиг своего пика, то получается этот цикл грубо обрывается с помощью парацетамола. Я понимаю разовое применение парацетамола, когда действительно это обосновано очень серьезным расстройством самочувствиям. Ну, невыносимо. Но так, как происходит сегодня, когда мы говорим организму нет, то вот это незавершенное воспаление, вот этот вот оборванный такой цикл иммунитета, он, к сожалению, очень быстро сказывается на здоровье человека в целом. Это значит, что это отражается на всех трех уровнях здоровья. По-другому могу сказать, открываются ворота хроническим, сложным болезням. Это видно в тысячах случаях сегодня, пожалуйста, на уровне детсадовских детей, школьников. Как только много раз ребенку так вот так же жестоко подавили, ну, не задумываясь, да, парацетамолом, антибиотиками, чрезмерным применением противовирусных, организм, где уже конституция ослаблена, порождение. Организм, которому трудно, его не поддержали. Он резко быстро переходит в другие болезни, просто принципиально в другой лагерь болезни. Там нет температуры никогда теперь. Там никогда не будет гриппа. Но там в лучшем случае появляется сколиоз, плохое зрение. В худшем случае четыре болезни детей, которые сегодня доминируют. Откройте интернет, и они сразу выпадут. Вот, аутизм, неговорящие дети теперь в три-четыре года, бронхиальная астма, сахарный диабет второго типа и эпилепсия. Ну, представьте себе, вот эти четыре болезни не имеют права быть на траектории здоровья жизни. Поэтому, когда мы говорим о гриппе, надо просто разобраться, чего боимся, а чего нет. Поэтому, мне кажется, еще лет 30-40 назад, но во всяком случае, когда-то и меня так учили, что вот эти проявления естественного иммунитета, их надо поддерживать, регулировать, а не обрывать. Поэтому настоящий грипп, это когда организм сам с ним справляется, а ты его искусно, как врач, помогаешь, подсказываешь, да, что безлекарственное, что лекарственное. Поэтому я могу больше сказать, если обрывать, вот так обращаться с острыми воспалительными заболеваниями и вот сейчас с гриппом, то, к сожалению, возможности первичной профилактики рака, инсульта, инфаркта, бесплодия и вообще творческого развития человека, тогда это очень сложно, становится почти невозможно. Тогда у меня возникает вопрос, вот уже не столько как врачу, а сколько как хозяйки, может быть, даже так. А вы домашних как лечите? Вы знаете, это происходит действительно совсем по-другому, чем во многих семьях. Ну, во-первых, вот это знание и просвещенность делает нас сильными. Поэтому, когда такое случается, у нас не бывает даже секунды, чтобы это мелькнуло, как паника или как проблема. Я вам честно признаюсь, что будучи уже вот столько десятилетий инфекционистом, и тем не менее, вот зная это уже очень давно, я ни разу не назначала своим пациентам противовирусные препараты, хотя я не говорю, что их нельзя применять, да, что они... Но просто логика проста. Представьте себе, что если мы просто хотим подавить вот тут температуру, а тут вирус. Согласитесь, что большой силой, это нельзя назвать такой терапией, которая дает большую поддержку организму, да, которая регулирует, да, которая инициирует реакции вот этих вот иммунитета, самоисцеления. Поэтому в арсенале нашей семьи и, наверное, тысяч, там, друзей, родственников и так далее, совсем другие препараты. Но я не представляю домашней аптечки, например, нашей, чтобы там не было препарата Траумель, который регулирует температуру, да, дает силу организму, регенерацию, вместо грубого токсичного обрывания большими дозами парацетамола, да. Я никогда, рука не поднимется давать антибиотик, тем более при вирусных инфекциях. Ну и даже, как я уже сказала, почти и противовирусный. Но для этого нужно просто, знаете, действовать на причинное место. А причинное место – это иммунитет. И опять есть уникальные препараты. Там, Гирель, например, там, мукозокомпозитум, галлиумхель, лимфомиазот. Вы знаете, их очень много, ведь они на самом деле 25 лет в России, скажем, в справочнике врача. Лечение гриппа – это лечение первых дней. Вот, понимаете, ни на третий, ни на пятый день, когда уже намучился, и так тяжело, и плохо, и страшно. А лечение первых часов, первого дня, оно просто поворачивает всю болезнь вспять. Вы помогли, а потом спокойно наблюдаете. Надо ему три дня потемпературить, надо. И, к счастью, это легко достигается с помощью безлекарственных способов. Знаете, я часто цитирую одного из своих учителей, известного русского врача Залманова. Он писал, чтобы исцелить человека, надо убрать загромождение печени, дать свободу дыхания. И, например, даже перестройка простого питания. Вы же знаете, что кишечник – это корень организма. Ну, цветок сидит в земле, а мы бегаем, поэтому вот кишечник – корень. Но он же центральный орган иммунитета. И это тоже сегодня уже должны знать школьники. А раз это так, поработайте над корнем. Сокращение животной пищи. И вот очень точно выверенный питьевой режим, где идут, например, не меньше полутора-двух литров воды, не меньше. И плюс еще в питье те напитки, которые быстро меняют реакцию среду, с кислой, которая соответствует болезни, на щелочную. Например? Травяные чаи и зеленый чай. Какую температуру все-таки нужно сбивать, а какую не нужно? Ну, слово «сбивать» вообще лучше нам убрать, да? Смотрите, большинство обычных людей и взрослых, и детей, они прекрасно переносят температуру. И надо просто наблюдать, чем эта температура сопровождается. Если даже в масштабах одних суток мы видим, что человек, ну, конечно, вялый, не хочется есть, да? Но он много пьет. Но если он уже на следующий день, уже заблестели глаза, особенно у ребенка видно, если он вспотел сам, не после парацетамола жестокого, когда это очень большой перепад, да? И он чувствует себя прилично и пьет, и так далее. Дайте ему поголодать и дайте ему потемпературить. Поэтому это, может быть, немножко субъективное, кто как переносит, да? Ну, один говорит невыносимо. Но в любом случае применение парацетамола и другого подобного – это разовое назначение. Здесь буквально сутки показываешь, организм говорит, я все за сутки делаю сам. Высокая температура, быстрое нарастание интоксикации, да? И уже он знает, как это дать, эту типичную картину, но он знает главное – как и когда с легкостью выйти из этой болезни полностью самому. Какой способ природный укрепления и формирования иммунитета? Это острые воспалительные заболевания. И грипп среди них занимает особое место, да, как биологическое явление. А потом надо помнить, что это вирус. У него нет преград. Но он сразу уходит в подполье, как только иммунитет становится сильным. Потому что иммунитет – это одна и та же система, которая следит за формированием биологического поля здорового человека, укрепляет нормальную микрофлору, да, какие-то убирает, да, вирусы, бактерии. Но и эта же система, она не пропустит ни одной атипичной клетки, вот, которые могут перейти в рак. И мы всегда застрахованы. Поэтому либо мы бережем амитет, либо все-таки мы тогда сами принимаем решение идти вот в эти серьезные болезни. Так что выбор за нами. Спасибо большое вам за рекомендацию. Желаю быть здоровым. После короткой рекламы «Как пахнет музыка» в Красноярске пройдет уникальный концерт с ароматами от французских парфюмеров. Где и когда, главное, зачем соединять аромат и музыку расскажем после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.